Дом молодежи – это давняя задумка городских властей. Загвоздкой было отсутствие подходящего места. Сегодня с адресом определились. Выбор пал на здание кинотеатра Сочи, что в микрорайоне Макаренко. В этом кинозале сегодня есть там фильмы. Это пусть останется все, что есть, но там должен быть хороший дворец молодежи. На это мы можем некоторые деньги выделить, реконструкцию, реорганизацию. Почему это хорошо? Потому что там объединяются все молодежные движения. Зал, который используется только на вечерние сеансы, а днем они должны работать. И КВН должен там быть, и другие направления молодежи. Ну и, наверное, у молодежи есть и своя культура. И неформальная, конечно, да. Это очень правильно. Это то, что мы должны сделать. Спасибо. Мы должны сказать, вот буквально 20 апреля мы объявляем о том, что мы приступили к реконструкции здания по улице Макаренко под дворец молодежи. Будет сделано. Точка должна быть поставлена. Дом молодежи должен не просто выполнять развлекательную функцию и объединять активных и талантливых молодых людей на одной площадке, но и стать местом для привлечения ребят к той же социальной активности, отмечает Анатолий Пахомов. Там же ребята будут развиваться, а лучших поддержат на всех этапах и уровнях. К слову, в вопросе трудоустройства власти города молодежь поддерживают, в том числе с помощью Центра трудоустройства студентов. Так называемая биржа труда «Цитрус» расположена в интернете. Здесь для молодежи сотни вакансий, а значит, и столько же возможностей начать свою карьеру. Сейчас сложно уже нам отследить количество трудоустроившихся, потому что постоянно обновляются вакансии, постоянно туда идут люди на собеседование. На базе «Цитруса» у нас планируются такие мастер-классы, тренинги. Будем привлекать еще очень серьезных людей, которые будут обучать также и ораторскому искусству. Конечно, мы хотим, чтобы, во-первых, и летом все были трудоустроены, и, конечно, выпускники, которые получат диплом, прошли практику и получили свое место. Буквально сегодня Управление молодежной политики договорилось о сотрудничестве с одним из горных курортов Красной Поляны. Там в активный сезон открыто порядка четырех тысяч вакансий. У нас, как правило, в преддверии высокого сезона, а это зима и это лето, вводятся дополнительные ставки, на которые мы нанимаем сезонный персонал. И как раз готовы рассматривать студентов. А у студентов в это время, как раз летом, возникает потребность в практике, и здесь можно найти хороший симбиоз. Преобразование сегодня происходит и в культурной отрасли Сочи. На рабочей встрече заместитель мэра по соцвопросам Марина Бролюк отметила, В рамках нацпроектов в Сочи реализуются три подпроекта – культурная среда, цифровая культура и творческие люди. Нужно развивать свои коллективы, создавать свои кадры. Вот что в этом направлении у нас делается? Это, конечно же, развитие наших театральных коллективов. Вы знаете, что с вашей помощью, по вашей инициативе у нас сейчас есть новый театр Сочи. Мы его, наконец, создали. У нас есть наш симфонический оркестр. Это наша гордость. Это наша гордость, да. Надеюсь, и театр наш, который только мы срали, будет уже гордость. Скоро мы пойдем на их спектакль. В апреле уже будет, да, мы увидим все это. Активная работа ведется и в вопросе цифровизации объектов культуры. В рамках проекта «Умный город» уже в этом году запланировано создание мультимедиагидов Музея истории города. В библиотеках планируется приобретение оборудования для электронного учета и выдачи книг. А в домах культуры создадут виртуальные концертные залы. Таким образом, жители сел в онлайн-режиме смогут наблюдать концерты зимнего театра. Вот я хочу перейти к тому, что все это хорошо, это цифровизация. ДК имени Мазлумяна. А мы когда будем ремонтировать наши сельские клубы? Да, вот в этом году ДК имени Мазлумяна и музей в Адлере. А на следующий год мы будем ремонтировать наши сельские клубы шесть. Потому что сейчас мы делаем шесть ПСД. Это все клубы Лазаревского района. А я просил по Хосте, который я сам был. Да, мы хотим предложить вариант строительства там, где уже очень ветхие наши дома культуры маленькие. Мы договорились, что мы Сергей Поле будем строить на следующий год. Возможно, даже за счет собственных средств. Это первое. Ну и второе, в Хостинском районе, в Измайловке, там тоже ведь дом культуры надо ремонтировать. Да. А я чуть не услышал в вашем докладе сегодняшнем. Ну вот у нас сейчас еще нет этого ПСД, мы его запланировали. Это серьезнейшим образом взяться за этот проект? Это национальный проект, конечно. Социальная сфера – это не только здравоохранение, образование и соцполитика, подчеркнул глава города. Это прежде всего системное решение стратегических задач, которые так или иначе влияют на жизнь сочинцев. Галина Моисеева, Инга Габеша, Николай Тихонов, Алексей Давыдов. Телекомпании ВКТ.